Вот сейчас, благодаря вам, насколько я так понимаю, она уже начинает оставлять себя вовремя. А самое главное, представляете, я там приехал потом через какой-то период времени с женой, дочек своих взял. Говорю, давай, ну для себя просто записал, что если что, говорю, вот так вот получится, возьму я к себе и пусть она у меня в семье живет. И через некоторое время мне говорят о том, что, вы знаете, вот там в Москве семья, в Подмосковье приняла решение, увидела вот эти репортажи, хочет попросить у нас разрешение ее взять в семью, удочерить. Вот, понимаете, вот первая получается часть каких-то вот этих там, сколько ей там, 12 лет сейчас, 12 лет, вот такая, какая-то немножко, не то, что немножко, а прям черная. А вторая сейчас вот начинается, светлая. Вот просто я поэтому ей сказал, говорю, давай, вот сколько нужно, там, я не знаю, денег, усилий, там, я не знаю, каких-то других мер, я вот все время буду этой девушке хочу помочь. Я хочу увидеть ее в настоящем ногах. Не знаю, вам хочется, не помочь, но вот хочу. Прошу прощения, такой гзик взрослого человека. Ну, а кто им еще поможет? Поэтому вот таких у нас достаточно много. Кого-то спасли, некоторых, к сожалению, так и не спасли. Я помню, вот в прошлом году, так, годы добавляли, там, девочку одну, тоже такой, почти такого же возраста. У нее там онкология, мы там ее и так и этот лечили. Последний раз ее, по-моему, в Америку взялись там делать. Мы ее там все, деньги нашли. А у меня всегда был амулет, я его носил там, я из-за этого, такое ощущение, что всю жизнь. Такой вот, у меня слоник был маленький, он такой сиреновый, но он же почернел здесь. Я ее нафигу, да. Отдай, я ей говорю, пусть он тебя спасет. Не спасет.